1 июня в Красноярске пройдет детский карнавал. В этом году у организаторов возникли трудности, остались без генерального партнера, а значит без поддержки. И вынуждены были сами собирать средства на праздник для детей. Сегодня у нас в гостях один из организаторов этого карнавала, Алексей Хвостенко. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Сколько денег нужно на карнавал и сколько уже собрали? Вообще праздник такого масштаба, такой массовости, по нашим оценкам, это 2,5 миллиона, по опыту прошлых лет. Собрали, сейчас сложно говорить, потому что активно включилась администрация города и краевое правительство, и они просто взяли на себя часть расходов, и в этом смысле. А собрали денег именно в рамках краудфандинга, общественного финансирования. Меньше чем за неделю нам люди города принесли 200 тысяч, ну побольше даже, чем 200 тысяч рублей. Вот эти 2,5 миллиона рублей, они на что идут? А, смотрите, на самом деле организация городского праздника это очень большая работа. И там статей расхода, ну просто тьма, на самом деле. Я приведу маленький пример, что сколько вы думаете стоит сцену арендовать, большую сцену, вот единственная у нас в городе, которая есть, боюсь ошибиться с цифрами, но это не меньше 100 тысяч рублей. И вот таких вот по чуть-чуть, по чуть-чуть набирается там 2 миллиона, и это еще немного. То есть, на самом деле, какой-нибудь день города, я не думаю, что меньше 15 стоит, на самом деле. Администрации города и края, они сразу же подключились? Традиционно карнавал поддерживается администрацией, вот, но в какой-то момент, по-моему, с 13-го года перестали финансировать в должном объеме. То есть, по практике вот прошедших лет, где-то треть денег выделяется через гранты. И вот в этом году нас спасло то, что подключилось краевое правительство, и сам губернатор Красноярского края, Виктор Александрович Толоконский, он проект, ну, можно сказать, взял под протекцию. И после этого уже подключился город, и множество вот расходных статей именно закрывает городская администрация. Но опасения какие-то были? Опасения были серьезные, не в том, что он пройдет или нет. Карнавал традиции, она народная, и она в любом случае должна жить. А насколько масштабным, красивым, эффектным будет праздник. Это же день всех детей, представляете себе, сколько детей в Красноярске, и как мы их можем оставить без красивого, такого искреннего, настоящего праздника. Ну и вот насколько масштабным, красивым будет этот праздник? Я надеюсь, что он будет максимально масштабным и красивым. Ну, пускай он будет не таким красочным, как был, допустим, вы помните, общегородской карнавал, который еще Петр Иванович Пимашков основал, да, был родоначальником. То есть там деньги тратились, ну, просто сумасшедшие по сравнению с детским, то есть там несопоставимые. Но, тем не менее, мы ожидаем, что будет очень красиво и очень здорово. Что конкретно будет? Какие площадки? Чему будет посвящен? Тема же есть? Да. Тема этого года – кинематограф. Мы знаем, что 2016 – это год российского кино, соответственно, любое, все, что связано с кинематографом, будет реализовано в костюмах, в антураже, в активностях сценических и так далее. Я знаю, что вы как-то сотрудничаете с полицией, да, они помогают вам в этом деле? Да. Традиционно дорожная полиция, имеется в виду автоинспекция, это такие друзья праздника, и они всегда обеспечивают безопасность, обеспечивают перекрытие комфортное для всех, чтобы колонна могла прошествовать по проспекту мира, то есть это очень такая многоходовая тоже логистическая операция. И в этом году 80 лет юбилей автоинспекции, и карнавал становится для них такой площадкой по презентации и по, ну, что называется, человеческое лицо автоинспекции будет представлено на нашем карнавале, и пройдет большая процессия, где будут инспектора на мотоциклах, где будут байкеры, где будут раритетные автомобили, вот это будет. И ленточки, да? Да, про ленточки отдельный сказ с этого года. Ну, вообще, традиционно расцветка в горошек – это такая символика детства, радости и чего-то такого живого. Ленточку в горошек мы выбрали символом карнавала в этом году, мы раздадим несколько тысяч ленточек жителям города, и как тем, кто придет на праздник, так и заранее. То есть мы хотим, чтобы ленточка в горошек стала символом детства, и все могли повязать ее на антенну автомобиля, допустим, на рюкзак, и когда мы увидим, что весь город ценит детство, уважает детей и готов уделить им должное внимание, мне кажется, наша жизнь изменится к лучшему. И, наверное, заключительный вопрос – была трудная ситуация, но вот вы из этой трудной ситуации поняли, что жителям необходим такой праздник? Мы это поняли для себя гораздо раньше, но в этом году мы поняли, что город действительно включился в это, и от дает должное той теме, которую мы развиваем и в которой работаем. Спасибо большое, Алексей. У нас в гостях был Алексей Хвостенко, один из организаторов детского карнавала.